вы необычный врач что вы заработаете на дому стома дома стома дома то есть стоматолог который работает дома я прошел у вас лечение но или как это правильно называется то есть мне очень спасибо большое за то что я теперь могу спокойно хорошо жевать вот то что касается моего вопроса как вообще на сегодняшний день тема стома дома развивается с точки зрения вот законов с точки зрения спроса большого да то есть но люди люди как сейчас понятно что работаем домой из наверно какие-то вопросы у людей а как это вот ну а как с точки зрения там я думаю разные вопросы у людей поэтому те такие вопросы главный как вы считаете раньше была служба на чайковского по вызову на нам не знаю существует сейчас день по моему ничего это не развивается не такой службы в городе ну может быть есть она какая ну собственно говоря и вопрос насколько это может но насколько это безопасно безопасно что сейчас все стоматологии что у них какие-то сверла специальные пломбы стоит две с половиной тысячи четыре тысячи студенты надо стерильные матовый в основном вот я не ходячие у меня есть больные раньше они говорят что когда вызывали от поликлиники приходили только удалить даже если кариес только удалить больше ничего никто лечить не будет то есть служба вообще не разве почему к вам клиенты ездят вы говорили там известные люди писатели в основном на судической культуры почему они просто по знакомству своих они гарантируют что своими людьми работают и тогда не будет кариес они бы знали все время тогда у меня есть такой вопрос я тоже всегда была воспитана и считала что зубы надо чистить вот как-то один отец дочки моей подруги на тот момент ему было 63 года мы что-то с ним разоговорились и вдруг он сказал что за свою жизнь а я удивилась какие у него зубы они конечно немножко были желтоватые но были все свои ну и человек который заинтересована да я его спросила вообще как вы за своими зубами ухаживали что в 63 года у вас абсолютно целый зубы ни одной ни одного кариеса он сказал что я ни разу в жизни не чистил зуб врачи бактерицидная слюна у него ну я может быть согласна может быть мы лишь не знаем на самом деле кто 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 из нас выученных вообще с самого начала чистить зубы с рождения а как первобытный человек чистим мы не знаю потому что нет эксперимента группы которые чистили зубы и которые не чистили но в любом случае мы понимаешь нас бактериальный состав не такой слюны до случается в ротовой полости не такой и мы уже знаем не только пользе которые до приводят вот тот же допустим до добавки зубной пасти но о том же вреде которые которые не наносят то есть фторированную зубная паста мы знаем что вторая то я да и тогда вопрос старированная зубная паста она нам приносит пользу или вред примете она отбеливает зубы а действия на организм если она тут смогла отбелить так убить микробы что происходит внутри нашего организма очень часто знаем что дети вообще любят есть зубную пасту плохо прополаскивают рот что она делает во внутренней среде организма мы не знаем но мы знаем что у нас каждый второй дисбактериоз я вам как бактериолог прошлом скажу каждый второй поэтому может быть наши привычки то они связаны и вообще может быть из неправильной зубной пастой и вот здесь мы все-таки возвращаемся помните в доброе время у нас были все-таки зубные порошки до которые обладали обвеливающим действием вот но при этом они были достаточно абразивно да то есть достаточно крупная здесь тоже как бы в основе зубной порошок но сюда как раз добавлены микрогитрин которые которые делает этот зубной порошок мощным антиоксидантом то есть да если все недоокисленные продукты и в том числе и убить вот ту микрофору которая размножилась нашей ротовой полости и убить ее как не агрессивно не нанеся вред организму потому что микрогитрин мы употребляем внутри да и и это в общем то рисовая шелуха определенным образом заряженная солнечной энергии будет говорить мест несущий отрицательный заряд то есть аж минус мы получаем вот вот структура водород которые модели зарядить отрицательно данном случае бактерии будут в такой полости размножаться нет будет а вот здесь внутри микрогитрин вот тут в зубном порошке тоже он присутствует значит мы здесь очистили дальше у нас есть вот такие замечательные вещи вот например а сильвергель как бы мы могли его использовать стоматологии бывает на самом деле там плюс и бывает воспаление во рту да в виде аппликации накладывают наши стоматологии вот это и пользуется серебром при том серебром обрабатывают обрабатывают каналы прежде чем класть и действительно там очень хороший бактерицидный эффект есть вот еще такая замечательная вещь как кора муравьиного дерева она обладает против мощным противовоспалительным эффектом и очень много полученных таких данных опытным путем приходит пациент с плюсом сидит сильный в очереди выходит стоматолог дает ему за щеку эту коробку очередь там через час доходит флюс уже практически весь сошел то что можно видеть на глазах был у меня такой пациент который вообще не мог лечиться у стоматологов потому что боялся их ужасно значит зубы у него разрушились до корней значит периодически у него возникали флюсы и наличие вот и вот этих капсул то есть это периодически как только возникал он бежал в клуб закупал колон за щеку и у него эти и плюсы и плюс обезболивающий эффект то есть он так с недолеченными корнями и не вне это самое зубы разрушены но в принципе контролирует свои флюсы кроме того мы понимаем что если наши наших детей все-таки изначально давать еще и кальций в нормальном состоянии когда формируются зубы мы можем дать кальций в такой виде да и это будет хорошо для беременных можем дать кальций с магнием улучшить усваиваемость потому что они оба хотя являются антагонизмами но антагонистами но улучшают усваивание друг друга да и принципе здесь и мы сердечно-сосудистую систему и суда вот и еще раз мы возвращаемся к микро гидрину вот сейчас тоже была пацинка с переломом руки умудрились через три недели снять гипс уже почему потому что прочность костям придает не кальций прочным костям придает крем не крем не третий элемент они понятно так вот прочность зубов это как раз и здесь у нас как раз зубной пасти мы тоже улучшаем прочность зубов и аппликации кроме того мы должны понять что у нас очень часто ротовой полости у нас спирогетная микрофлора да то есть она во-первых анаэробная там бывает которая без воздуха но и спирогет то есть это та же трихомонада да ротовая она ведет многим инфекциям воспалительным заболеванием во рту кроме того она дает и запах да и сильное воспаление как мы трихопола но вот кора обладает как раз активным действием против спирогетных форм то есть убивают индейцы то самое это кора муравейного дерева и индейцы лопача там живущие в латинской америки чем они там лечили они и сифилис не лечили туберкулез и прочие инфекции вот замечательно вот такой сочетание но очень хорошая кора серебро да да то есть вы против них никто не устоит как бактериолог скажу свое время мы проводили испытания на чашку петри где засеял стафилоку капали одну капельку серебра на другую чашку ничего не как или там где капали роста на чашке петре не было вообще говорит что даже следы серебра не позволяет то есть это как бы мощнейший антибиотик в котором никто в общем-то не дает возможности располагаться но если это очень текучо то в деле можно работает мы например как профилактику допустим тех же гомоавитов нос на закладываем на на палках да и в ушах можем если ухо болит тоже в ухо на палочке заложить этот сильвергель чтобы не жидкая структура он там подержится поработать и будем говорить для другого конца организма тоже хорошо потому что нужно замечательно использовать при геморрой понятно что если там шишки проходят во рту тоже все очень неплохо потому что этой нашей нервной проводимости если не бритроничного нерва если у нас как питание страдает для нервной системы больно тоже можно кольца использовать и для это такая ситуация экстремальной помощи если вы хотите отрицательно заряженный такой вот это энергии для полоскания кстати рта пожалуйста можно разводить делать тоже бактерицидные процессы ротовой полости будут уменьшаться а потом мы должны понять что зубы это в общем-то проекция кажется всего организма и питания да мы знаем что каждый зуб с каждым органом связан поэтому если говорится все органы будут здоровые то зубы наверно тоже вычислили